Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация об акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Возрадуйтесь, братья и сестры, празднуйте, ибо сегодня на нашей геймерской улице настоящий праздник. Убийца-движка Юнити одним постом в своем блоге. Дьявол воплоти и просто не очень хороший человек. Джон Рикетелло был с позором уволен из компании после того, как геймерское сообщество восстало, объединив свои силы и дав индустрии отпор. Какой великий день для всех нас. Наконец-то мы заживем хорошо и все снова будет так, как оно должно быть. Если есть что-то, что я люблю больше, чем компиляция обкакивания Диснея, то это, наверное, погружение в корпоративную выгребную яму игровой индустрии, где все постоянно плохо и никто ничему не учится. И вы, 240 тысяч лучших мальчиков и девочек на свете, а также те, кто прямо сейчас подпишется на канал, это любите смотреть вместе со мной, несомненно. Не виню никого, кто не вспоминает его имя сходу, хотя в предыдущем видео его упоминал, но все-таки сама новость важнее, чем имя, которое к ней привязано. Мы, коммунити, выступили единым фронтом для того, чтобы одержать эту победу, скинуть со своего олимпа нашего злостного врага, для того, чтобы снова в индустрии разработки видеоигр на движках, кто бы мог подумать, воцарился мир. И человек действительно заслуживал тайтл зла воплоди, в конце концов, даже когда мы сейчас будем объяснять, почему он далеко не единственный, кто во всем этом был повинен. И, если честно, то в лестнице приоритетов он стоит ступень, я так, на 16-й на самом деле. Но все-таки это все еще был человек, который на полном серьезе предлагал потенциальную идею микротранзакций патронов пушки игрока в Battlefield посреди перестрелки, потому что он же не будет думать о том, насколько эта трата оправдана в такой горячий момент. Правильно, я приводил ту замечательную аналогию с челом, который врывается к тебе в туалет в Макдональдсе и предлагает тебе туалетную бумагу, потому что знал наперед, что она у тебя закончится именно в этот конкретный момент, и же не будешь отказываться от нее сейчас. Правильно, более того, эти его слова были пойманы на записи, вы можете совершенно спокойно найти это видео на ютубе и убедиться самостоятельно. Мы говорим о человеке, который не прикрыто и не студяясь называл разработчиков, не желающих дает свою аудиторию до последней капли молока всеми возможными способами монетизации, цитирую, долбоебами. Он не очень хороший человек, возможно, вы не захотите находиться с ним в одном поле по нужде. Но что если я вам скажу, что во всей этой драме с Юнити, которая разворачивалась в прошлом месяце, он по большому счету был даже не виноват. Он, естественно, был тем, кто представлял эти самовыпиливательные решения народу и тем, кто получает ответный удар сейчас по своему лицу, но он их не придумал. Более того, он прекрасно понимал, к чему они приведут. Ни для кого, кто на индустрию хотя бы периодически поглядывает, это не секрет, что Юнити продукт убыточный. Это не интуитивно. Я понимаю, все-таки Юнити за последние, ну где-то начиная с 14-го, по-моему, года, за последние десяток лет поднялся до статуса движка, на котором делаются вообще все актуальные и популярные мобильные игры. Тем не менее, он тупо не зарабатывал нормально денег. В частности, за счет того, что не брал достаточных процентов со успеха своих продуктов, а его корпоративные пакеты и, в принципе, самые дорогостоящие предложения были не настолько дорогостоящими для того, чтобы себя оправдывать. Короче говоря, когда в мае 2023 года они объявили о том, что будут увольнять от 600 и больше человек для того, чтобы сократить расходы, ну, никто особо не удивился. Неприятно, конечно, было, но неудивительно. Точно таким же неудивительным оказалось повышение ценников за корпоративные и пропакеты. Этого стоило ожидать. Но когда люди начали читать объявления в этом блокпосте немножко пристальнее и дошли до второго заголовка, и третьего, и четвертого, вот тут уже начались проблемы. Очень большой список проблем, которые стоил Юнити всей их репутации, накопленной за последние десяток лет. Неудобно получилось, да? Вау, складывается такое ощущение, что когда Джон Рикетелло за последний год распродал все свои акции, не купив при этом ни одной, он что-то знал. Подпишись на мой телеграм по ссылке в описании. 12 сентября компания приняла решение, последствия которого они разгребают до сих пор и, скорее всего, не разгребут никогда. Решение, которое предполагало, что теперь все, кто благодаря движку Юнити снискал хоть сколько бы то ни было значимую популярность, должен будет отваливать компании в некоторых случаях больше денег, чем они физически будут способны заработать. На условиях, которые решительно не делали никакого смысла, я сейчас выражаюсь крайне цензурно. Если вы хотите услышать подробности, то в подробнейших же деталях я все это рассказал в одном из своих предыдущих видео трехнедельной давности. Можете посмотреть его, оно все еще актуально. Ну и, судя по количеству просмотров, я думаю, оно довольно неплохо обрисовывает картину. Краткая версия. Любой, кто разработал успешный проект на Юнити по достижению определенной отметки скачивания и определенной отметки заработка, должен был отваливать Юнити не просто процент, а фиксированную плату за каждую установку. Даже при том, что копию покупают только один раз, две установки должны были считаться как отдельная транзакция для Юнити. И это только одно из многих новых правил, которые они решили представить. Но одного только его уже, в принципе, хватает для того, чтобы начать задавать список вопросов. Такой, как именно вы будете третчить эту статистику, как именно вы будете работать с теми, кто физически не способен это заплатить, как у вас будут работать взаимоотношения с издателями, которые по-хорошему должны брать такую ответственность на себя или не должны, а в некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. Очень-очень-очень долго этот разговор шел и так ни к чему и не пришел. Ну, как ни к чему? Уже тогда я в своем видео сказал, что они эту политику откатят меньше, чем через неделю. Потому что она, ну, она откровенно погибельная. Они не выживут, если действительно прокатят эти изменения. Это невозможно. Я предсказывал, что они начнут оправдываться и притворяться, что не все так плохо, как рисуют СМИ. Они начали, говоря, что 90% юзеров вообще не почувствуют на себе последствий. Это, кстати, ни разу не помогает делу, потому что 10% от сотен тысяч юзеров, которые пользуются Юнити, активно на нем работают. Это довольно большой процент, на самом деле. Это много. Я предсказывал, что они откатят все назад. Не полностью изменят, я подчеркиваю, а откатят. До относительно удобоваримого уровня. Значительно лучше, чем то, что они показали изначально. Но все еще до уровня, на котором они могут хотя бы какую-то копейку со своих топовых эрнеров доить. Именно так и произошло. Мы слышали вас, как сказала Юнити. Мы извиняемся за конфуз и за весь тот гнев, который вам пришлось испытать. Мы вас слушаем и мы все сделаем правильно. Мило, конечно, но надо понимать, что Юнити имеет дело не с обыкновенным потребителем, который такие казусы забывает довольно быстро и переключается на новую хайповую тему. Они имеют дело с разработчиками видеоигр. Также известными, как люди, которые построили свою карьеру, на необходимости продумывать свои действия на несколько лет вперед. Потому что, кто бы мог подумать, разработка видеоигр – это долго, муторно, и на пути тебя ждет множество нежданчиков, вокруг которых нужно уметь оперативно танцевать. Одним из таких нежданчиков может стать необходимость пересмотреть свой движок, потому что если он может настолько откровенно и с прямым лицом вытащить у тебя из-под ног ковер, где гарантия того, что он не сделает это снова после того, как извиниться? Ее нет. Строить свой замок на песке еще никогда ни для кого не было хорошей идеи, и они это прекрасно понимают. Поэтому, увы, Юнити, но так просто отмазаться не получится. И Джон Рикетелло, мне кажется, это прекрасно понимал. Десять дней спустя они написали следующий пост. Просто открытое письмо для нашего коммунити, под которым, конечно же, начали продолжать задавать вопросы люди, скорее всего, уже принявшие решение перекатываться куда-нибудь еще. Но вы знаете, бить лежачего ногами – это всегда смешно. А по большому счету все свелось к обыкновенному корпоративному извинению от лица человека, имя которого вы никогда раньше не слышали, потому что мы же не можем заставлять наших топовых исполнительных директоров ставить себя в невыгодном положении. Ну, в конечном итоге им, конечно, придется это сделать, но не настолько открыто. Мы извиняемся. Именно с извинений мы все и начнем. Это было плохое решение, но мы вас поняли. Мы изменили наши условия, сделали их более лояльными, и мы не будем сейчас подробно рассказывать все то, что они сделали. Но главным образом они повысили трешхолды, облегчили условия для некорпоративных индивидуальных пакетов, которые, понятное дело, такое бабло отваливать не могут. И если вы любите анализировать цифры и смотреть на таблицы, то эту таблицу вы совершенно спокойно можете в соответствующем блокпосте найти. Достаточно одного взгляда на нее для того, чтобы понять, что да, стало лучше. Как минимум персональный пакет, платить не должен будет вообще ничего, что да, круто, правильно. Наверное, нужно было с этого начинать в прошлый раз. Как-то вот мы не подумали, что инди-разработчики, у которых тупо нет денег, и которые чуть ли не дома иногда закладывают для того, чтобы сделать свой проект мечты, и, скорее всего, они такого массивного успеха не сыщут, они просто нам тупо отваливать это бабло не смогут чисто физически. Зачем было вообще начинать? Вопрос, который совет директоров должен был задать себе, но, учитывая то, кто в нем состоит, понятно, почему они его не задали. Но никто этим новостям особо внимания не уделил, потому что к тому моменту все, что должно было быть сказано, уже сказано было. И репутация была угроблена окончательно. Самый главный ресурс, который для вас, как для разработчиков подобного рода продукта, важен, это уважение и доверие вашей аудитории. Аудитории, которая, ну, откровенно, люди не дураки, да, они не тупы, они понимают, что вы делаете, и как только вы это доверие теряете, обратно его восстановить уже не получится. Они были обожжены один раз, они больше некогда этого не забудут. Подобных кейсов по понту и откату было в истории великое множество. Они всегда заканчиваются примерно одинаково. Сначала корпорация пытается пропихнуть грань дозволенного, получает ответочку, откатывается немножечко назад для того, чтобы все еще заработать, но выставить себя героями, которые послушали общественность, более-менее все умолкают и больше не возникают. Но, естественно, те, кто заинтересован, делают выводы. Вывод — с Unity работать нельзя. По крайней мере, не в долгосрочной перспективе. Они сделали это один раз, они сделают это еще раз. Нужно завершить проекты, которые мы разрабатываем сейчас и потихоньку переключаться на что-нибудь другое, потому что, ну, даже если это что-нибудь другое сложнее в обращении, даже если оно не такое удобное и совершенное, по крайней мере, оно не угробит наш бизнес на корню. Это неудобно, но это лучшее, что у нас есть. Так что, да, я не думаю, что Unity сможет здесь восстановить свою репутацию, и внезапное увольнение Джона Рикетелла этому абсолютно не поможет. Ну, как внезапное? Он прекрасно понимал, скорее всего, что с ним случится. Я предположу, что он это понимал еще году в 2020, когда компания внезапно вышла в публичное пространство. Новости об его увольнении были исключительно вопросом времени. И новости о том, что на его место поставят некоторые другие имена, с которыми вы сейчас познакомитесь. Собственно говоря, так и получилось. Правда, мы думали немножко про другие имена, но все-таки. Наш исполнительный директор, наш председатель правления, член совета директоров Джон Рикетелла покидает свой пост абсолютно добровольно. Конечно же, то он принял это решение в компании «Все хорошо», мы его решение уважаем, мы его очень любим, как весь этот, вся вот эта паста дальше пытается нам подробно описывать своим мелким шрифтом. Конечно же, без него у нас бы ничего не получилось, нам так жаль с ним расставаться. И в каком смысле это даже не совсем неправда, потому что да, с 2014 года до 2023 он со своей работой справлялся относительно удобоваримо. А потом компания начала публично торговаться. Для тех, кто не знаком с терминологией, ну мало ли, публичная компания от частной отличается тем, что она публично торгуется на рынке акций. Ну, условно говоря, пример частной компании это Valve. Никогда не задумывались о том, почему Valve, несмотря на свои некоторые не лучшие решения в истории, зачастую связанные с попыткой угнаться на хайпе за трендами, которые давно остались позади, типа когда они разработывали артефакт, да, никогда не думали о том, почему в основном они принимают хорошие, выгодные для своих потребителей решения. Именно для потребителей, а не для кого-то другого. Это потому происходит, что Valve это частная компания, которой Гейб руководит лично, и которая понимает, кто именно приносит им деньги. Это их покупатели. У них, в общем-то, нет никакой мотивации выходить в публичное пространство, если только Гейб не захочет выйти на пенсию и продать компанию за большее количество денег, чем у Бога, скорее всего, есть. Но пока что вроде он такого желания не изъявлял. А вот публичная компания, она отвечает в первую очередь перед своими инвесторами и перед советом директоров, который тоже выступает перед инвесторами, да, и учитывает в первую очередь их интересы. Из этого выливаются решения, далеко не всегда делающие смысл для нас, простых потребителей. Ну, а дальше можете додумать сами. Одним из таких решений, например, было их июльское 2022 года слияние с Iron Source. Если вы в индустрии задействованы, то вы могли слышать про Iron Source, также известную как компания, предоставляющая услуги монетизации видеоигровых проектов, сводящаяся, по сути, к установке на ваш девайс Malvara, который собирает с вас данные, на которые вы, скорее всего, не соглашались. В общем, довольно мутные типки, с которыми в этой самой индустрии никто не хотел иметь ничего общего, кроме Юнити. При этом один из основателей Iron Source в итоге стал одним из членов Совета Директоров после того, как это слияние произошло, на, мягко говоря, не очень делающих смысл финансовых основаниях, да, но вспоминается сразу пост, который на Reddit я увидел, когда вся эта тема еще была актуальна, и этот пост, ну, он оказался пророческим. Винить Джона Рикетелла не стоит, как бы вам не хотелось слышать обратное. И я могу понять, почему люди хотят слышать обратное. Все-таки генеральный исполнительный директор, также известный как Абсолютное Зло, которое всегда принимает только плохие решения, это очень удобная цель, да, в которую можно плеваться, на которую можно какать, которая принимает на себя весь человеческий хейт, в то время как Совет Директоров, реально принимающий подобные решения, остается для нас невидим. Мы не знаем, кто они, мы не знаем их имен, но как только мы начинаем в них копаться, картина внезапно приобретает неприятный окрас. С Джоном Рикетелла произошло то же самое. Он не хороший человек, ни в коем случае не подумайте, что я пытаюсь его обелить. Он заслуживает много хейта, который получает в свою сторону. Но объективная реальность такова, что это решение, скорее всего, принял не он, потому что он, будучи, пусть даже и не очень хорошим человеком, но, возможно, все-таки компетентным на своей должности, прекрасно понимал, что ни к чему хорошему это не приведет и нужно будет перекатываться довольно быстро. И желательно еще и кэш-аутами. Именно благодаря Рикетелла с 14 по 23 год движок получил свою репутацию как основная движущая сила за всем мобильным рынком, без которого обойтись можно, но не захочется, потому что с ним тупо удобнее, и он тупо отлажен достаточно хорошо для того, чтобы быстро войти в дело и начать, собственно говоря, зарабатывать бабки. Это тупо было бы вам выгодно. Но потом в 20-м году Юнити стала публичной компанией, совет директоров начал лезть в бутылку и принимать решения, которые, ну, никакого смысла не делают. А для убыточной компании это особенно важно, потому что они хотят что? Чтобы она стала прибыльной. Правильно? Как сделать, чтобы она стала прибыльной? Этот вопрос нужно задать вот этим трем замечательным людям по имени, который вы никогда раньше не слышали, и прочитать, скорее всего, с первого раза будет сложно. Томер Барзив, Ройльф Бота и Игон Дурбан. Почему они продолжают называть своих богатых детей? Почему никого из них нельзя назвать Иван Титов, например? Как насчет Ивана Титова? Гораздо проще с языка слетается. Звучит гордо, я не понимаю. Что вы никогда о них раньше не слышали? Я тоже. Сейчас услышите. Один из них, Томер Барзив, был одним из основателей Айрон Сорса, про который мы только что упомянули. Это слияние обошлось Юнити в 4,5 миллиарда долларов в свое время. Сумма довольно большая, на самом деле. Ну, для сравнения, без учета инфляции, конечно, но Звездные войны и Лукасфильм, в принципе, Дисней покупал за 4 миллиарда долларов. Да, Бетезда какая-нибудь, и, в принципе, весь Зенимаг стоил Майкрософту 7 миллиардов долларов. Ну, мягко говоря, деньги не маленькие. Но для корпоративного мира, в общем-то, привычные. Тем более для мобильного гейминга, который зарабатывает гораздо-гораздо больше, чем какие-то там 4 миллиарда, у него капитализация, мое почтение, да? Почему они это сделали? Ну, потому что две компании, про которые вы до этого тоже, скорее всего, никогда раньше не слышали, а именно Сикоя, Капитоль и Сирлер Лейк, обещали вложить в Юнити миллиард долларов, если это слияние пройдет. Вот, и если вы учили математику в первом классе, то вы знаете, что 4 больше, чем 1, да? Соответственно, если они тратят 4,5 миллиарда и получают 1 миллиард обратно, как-то это, ну, не сходится, да? Непонятно, где здесь именно выгода. Но если ты думаешь о том, что этот миллиард долларов отойдет исполнительным директорам в полном составе в карман напрямую, то внезапно все начинает делать очень много смысла, не правда ли? А когда ты понимаешь, что Iron Source, компания, специализирующаяся на малварной монетизации, хочет слиться с главным поставщиком движка для разработок мобильных игр, ну, все начинает делать еще больше смысла, чем секунду назад. Итак, Томир Барзив попал в совет директоров через вот этот замечательный процесс. Потом у нас есть Роэльф Бота и Игон Дурбан. Это еще кто такие? Почему они важны? Ну, Роэльф был директором Секула, вот вышеупомянутая компания Eagle. Игон, я извиняюсь, был основателем Silver Lake. И все они так или иначе относятся к Илону Маску. Например, один из них было дело сидел в совете директоров Твиттера и активно лоббировал решение, в итоге принятое Твиттером, продаться Илону Маску. Как в итоге выяснилось, он буквально для Илона на Твиттер шпионил для того, чтобы оперативно оповещать его о важных принимаемых в совете директоров решениях, для того, чтобы Илон мог на них как-то оперативно же реагировать. Ну, и так или иначе, он был связан с знаменитым мемом Илона про то, что я собираюсь сделать Теслу частной компанией, которая привела к очень интересной манипуляции на рынке акций. Ну, давайте мы не будем в эту тему ударяться, это для отдельного видео темы. Я думаю, если вы заинтересованы, вы найдете много материала. Это было давно и весело. А Роэльф был финансовым директором PayPal, при котором также произошло много слияния и перестановок стульев, в ходе которых исполнительные директора неплохо так наполнили себе карманы, в то время как простые пользователи, а также трудоустроенные там работники, ну, они получили по жопе и потом еще причмокивая, сказали за это спасибо, потому что альтернатив у них особо не было. Ну, короче говоря, вы понимаете, к чему все это ведет. Вот именно эти люди, как минимум трое из них названы по именем, это решение и принято. Именно они решили, что если сейчас сунут своей аудитории и своим клиентам, как корпоративным, так и частным, в рот большой продолговатый черный и, скорее всего, немытый вонючий предмет, то они его просто проглотят, потому что, а куда они пойдут? Ну, оказалось, что альтернативы есть. Может быть, не такие удобные, но сейчас активно рассматриваемые. Это люди, которые максимально оторваны от обыкновенных людей, которые не понимают, что такое эти видеоигры, и кто их разрабатывает, как этот процесс выглядит, а главное, зачем и какими идеалами они руководствуются. Они не совсем люди сами по себе, да? Они, скорее, очень-очень богатые животные, которым нравится находиться на вершине пищевой цепочки за свои деньги, и о том, что происходит снизу, они не особо парятся. А когда подобный нежданчик кусает их в задницу, ну, у них есть золотой парашют, на котором они удобно спустятся и не потерпят, в общем-то, никаких убытков. Ну, одним больше, одним меньше, правильно? Они просто перекатятся в какую-нибудь другую компанию, которую тоже будут гробить с управляющих должностей. Совершенно нормальная практика. Ну, и возвращаясь непосредственно к Джону Рикетелло, он, скорее всего, понял, что покончил с Unity еще году, это в 2020, а не в 2023. Когда компания стала публичной, он, будучи человеком с видовым в индустрии, в том, как работают такие решения, прекрасно понимал, к чему все в итоге приведет. Он прекрасно понимал, с какими и на каких людей он работает, так как он, будучи исполнителем-директором, все-таки подвержен решению совета директоров. И если что, то именно на него свалится весь хейт, и если что, именно из него сделают подставную уточку, козла отпущения, называйте как хотите. Собственно, именно это сегодня и произошло. Не удивлюсь, если Джона после всего этого уволят в начале четвертого финансового квартала, ну, как добровольно уволят, естественно, а на его место повесят Томера Барзива. Но нет, предсказатель с Рейдита был неправ, потому что на место исполнительного директора генерального поставили имя, про которое мы сегодня не слышали, Джеймса М. Уайтхёрста, а имя, про которое мы слышали, роль Фобота, поставили в председателя правления. Так что, да, в общем-то, все случилось. Ну, где-то процентов примерно на 40-50, как было предсказано. Суть, я думаю, вы поняли. Если Юнити под управлением выше обозначенных замечательных лиц принимает такие вот решения, то с уходом Джона Рикетелла, в общем-то, ничего не изменится, так как он в подобном действии инструментальном не был. Какой из всего этого следует вывод? Прежде всего, для людей, пользующихся продуктами Юнити. Это начинать искать альтернативы, потому что, скорее всего, дальше будет только хуже. Потихоньку, мягенько, по линейке, да, ничего такого кардинального революционного, может быть, не случится. Но сегодня они берут с индивидуальных пакетов долю, а завтра начнут брать небольшую, такую процентную, потом фиксированную ставочку, а потом, ну, потом, может быть, компания закроется из-за адовой убыточности. Это уже сложно предсказать настолько наперед. Но альтернативы есть, и даже при всей их неудобности и неотлаженности начинать уметь ими пользоваться потихоньку было бы хорошей идеей. Ну, а что остается, в общем-то? Это мир, в котором мы работаем и живем, и надо понимать, что никто здесь не твой друг, да, и эти компании твоими друзьями никогда не были и никогда не будут. Рассчитывать вы можете только на своих ближайших коллег, которые объединены с вами общей целью. А то, что будет с Unity дальше, я не думаю, что оно продержится долго, да, я предсказываю, что в ближайшие 10 лет оно совершенно спокойно может загнуться, и уже через неделю никто даже не вспомнит о том, что был когда-то такой вот Unity. Титаны, большие и тяжелые, имеют свойство падать довольно громко, но после того, как эти реверберации, прошедшие по воздуху, завершатся, никто о них и не вспомнит. Такой вот ситуейшн, дорогие мои. Зло было побеждено, но на самом деле не очень. Добро победило, но на самом деле не очень. Но хэй, хотя бы какая-то победа лучше, чем никакой, правильно? Нет, на самом деле буквально ничего не изменилось. Спасибо вам, мои дорогие мальчики и девочки, за то, что вы зашли ко мне на канал послушать актуальные новости из индустрии. Я всех вас чмокаю, жду у себя на этом канале, на Твиче, в своем Телеграм-канале. Спасибо вам за то, что вы такие. Я вас люблю.